Они ехали автобусом в команде. Ребенок захотел в туалет. Тренер сказал, что мы не будем останавливаться, типа, писай в бутылку. Он писал в бутылку и описался. Ну, как бы, это все происходит на глазах у 9-10-летних пацанов. Ну, что потом будет с этим пацаном? Систем будет какое-то гнобление, насмешки и прочее. Это не с моим конкретно случилось, но дети подтвердили, что такой случай был. Таких историй, как говорят некоторые родители хоккеистов, произошло немало. Команду 2014 года в этом сезоне начал вести Владислав Янцин. Инициативная группа обвиняет нового тренера в оскорблениях и в том, что педагог поднимает руку на детей. По словам родителей, первое правило на тренировках – никому не рассказывать о происходящем на тренировках. Отсюда замкнутость юных спортсменов и снижение показателей на занятиях. Он перестал нормально играть. У него пропало желание на тренировки ходить. У него пропало желание играть. Он все может, все умеет, но ничего не хочет делать. Мы занимаемся у психолога. Конечно, есть альтернатива перейти в другие команды. Но нужно заново привыкать к коллективу. И потом. Иные школы либо дороже, либо значительно дальше от дома. По словам самого тренера, у команды в целом большие проблемы с дисциплиной. И в этом причина раздора. Как среди юных спортсменов, так и среди их мам. Никаких побоев и оскорблений, заверяет тренер, никогда не было. Хотя к некоторым инцидентам, запечатленным на видео, остаются вопросы. Не теремся! По словам родителей, дети дерутся постоянно. Тренер с потасовкой не вмешивается. Мол, пусть разбираются как мужчины. Я прошу родителей не лезть в это. То есть они хотят присутствовать в раздевалке всегда. А мы не увидим настоящего лица, например, ребенка, если над ним всегда стоять. То есть что растет, будет непонятно. Вы пацаны, это пацаны. Да, они бывают дерутся, но никто там не говорит, давай, ребят, подеремся. Вообще без проблем. Делайте, что хотите. Все те же родители, которые обратились к нам, рассказывают о другом инциденте, который произошел уже во время выезда на соревнования. Из-за того, что дети плохо себя вели, тренер якобы их заставил отжиматься. И одному из спортсменов прилетело. Родители претензий не предъявляют ни тренеру, ни школе, потому что совершенно уверенно говорят, что там никакого контакта не было. Это родители, именно непосредственно ребенка, и мама, и папа. Они были приглашены в школу в беседе с тренером. Этот вопрос был как бы обсуждаем. И также тренер написал нам по этому поводу объяснение. Третий случай, по словам родителей, обернулся для ребенка простудой. Из-за того, что юному спортсмену пришлось стоять на льду раздетым. Такое наказание якобы понес ребенок за непослушание. Да, он сорвал собрание, да, я его выгнал там, ну, как вот из школы гоняют с урока. Так же и тренер, да, выгоняют, как бы из раздевалки. Да, а после этого он действительно пошел вот так вот на лед раздетый? Да куда он на лед не пошел? Ну, он был на льду, на льду там плюс 13, плюс 15. Собрание закончилось, через две минуты он зашел. Большинство детей при этом утверждает, дисциплинарные взыскания, конечно, суровые, но справедливые. Сами провинились, сами получили. Какое самое жесткое наказание делал тренер? Куркаться, отжиматься, выпору лежа. Ну, это мы сами тренироваться будем. Да. Ладно, а вот такой вот легкий подзатыльник, например, может быть? Нет, такого ни разу не было. В Министерстве спорта Края о конфликте в хоккейном клубе Алтай, как выяснилось, знают. Но поведение тренера, неподобающим или не педагогичным, не считают. При этом в ведомстве отмечают его эффективность. Команда стала занимать достойные места на турнирах. Владислав Сергеевич зарекомендовал себя как инициативный, стремящийся к профессиональному росту и самосовершенствованию. Молодой специалист, требовательный к себе, дисциплинированный. Янсен Владислав Сергеевич серьезно относится к своей работе. Занятия проводит интересно и грамотно. Не бывает такого, что если мы говорим у всего класса, у нас в колоночку двойки стоят, тогда, наверное, вопрос к учителю. А когда у всех удовлетворительно, а у некоторых там у двух двойки, тогда, наверное, вопросы к ученикам. Между тем, обратившиеся в нашу редакцию родители подчеркивают, что пошли в СМИ уже от отчаяния. Прежде они подавали заявление к уполномоченному по правам ребенка. По словам родителей, оттуда письмо направили в Министерство спорта и МВД. Известно также, что по заявлению родителей, Новоалтайский межрайонный следственный отдел СК «Края» расследуют уголовное дело по факту ненадлежащего воспитания детей. Как говорят родители меньшинства, многие просто боятся открыто рассказывать о побоях и унижениях со стороны тренера, чтобы они не распространились на их детей. Мы же, в свою очередь, вернемся к этой теме после завершения следствия. Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов, Владислав Ковалев. День с толком.